В традиции мусульман всегда существовал обычай содержать гарем, в котором проживали наложницы, официальные жены, а также служанки-рабыни. Жизнь для девушек в гареме не была так проста и безоблачна, как можно подумать, все из-за жесткой конкуренции среди представительниц прекрасного пола за любовь и внимание их господина. По законам ислама правоверный мусульманин мог иметь до четырех законных жен и столько наложниц, сколько он сможет содержать. Да, это было обязательное условие, все женщины, проживающие в Сирале, должны были получать ежедневные жалования и служанки, и наложницы, и жены. В зависимости от ранга, занимаемого в иерархии гарема, жалования варьировались от нескольких золотых монет до нескольких сотен. Мы уже об этом говорили вот в этом видео, можете перейти по подсказке выше или по ссылке к описанию к данному видео. А ведь были еще и подарки от султанов, поместья, земли, украшения. В общем, жизнь в гареме могла быть довольно роскошной и обеспеченной. Многие женщины, получая такой оклад, тратили его на свои личные нужды. В основном, жены султанов занимались благотворительностью, занимались обустройством столицы, строили мечети и больницы. Родители, которые не могли обеспечить своим дочерям достойное замужество, мечтали о том, чтобы их дочь попала в гарем султана. Ведь в этом случае у нее мог появиться шанс устроить свою личную жизнь и жизнь своих родных. Если девушка все же попадала в гарем, то для нее начиналась новая жизнь. Всех новеньких начинали обучать правилам и манерам поведения в Сирале. Им преподавали танцы, языки, арифметику, грамматику, науку любви, а также управление хозяйством. Каждая девушка в гареме должна была исполнять свою часть работы. За это им и платили оклад. Все обитательницы гарема работали всю неделю, целыми днями без выходных. Лишь несколько дней в году им разрешалось отдохнуть, погуляя на свежем воздухе, погулять по парку, устроить пикник. Но работа, в принципе, была не сложная. Если же девушку замечал султан, то ей приходилось приложить немало сил, чтобы удержать внимание султана. Конкуренция среди наложниц была сильная. Ради того, чтобы не допустить новую девушку в фаворитке, бывали случаи, когда несколько женщин объединялись против одной. Но такое бывало редко, ведь все в гареме рождовали друг с другом. Опитательницы Сирале были разных национальностей, но кое-что у них все же было общее. Всех их в основном похищали из родных домов и силой привозили в Стамбул. Далеко не каждая из плененных девушек могла подойти для гарема-повелителя. К ним предъявляли много условий. Самое главное условие – эта девушка должна быть красавицей. И не просто красавицей, а еще и иметь красивое тело, изящное телосложение, средний рост и светлую кожу. Если кандидатка в гарем имела хоть какой-нибудь изъян на теле, доступ туда был ей воспрещен. Считалось, что представители династии османов должны были иметь все только самое лучшее, а женщины отбирались именно весьма тщательно. Наличие шрамов или пигментных пятен становилось причиной того, что красавицу не брали в гарем, а продавали на невольничном рынке, как простую рабыню. Некоторые из пленных девушек специально наносили себе увечья для того, чтобы оградить себя от притязаний со стороны похитителей. Девушек похищали из стран, с которыми Османская империя находилась в состоянии военного конфликта. Поэтому в основном у девушек была светлая кожа. Хотя девушек африканской национальности тоже было немало на невольничных рынках, но они никогда не попадали в гаремы. Все потому, что османы очень трепетно относились к чистоте своей крови. Девушку-негритянку не могли взять в наложницы, какой бы красивой она ни была. Из-за опасений, что ребенку передастся ее темный цвет кожи и характерные черты лица. А такой же Зады в будущем не мог стать причиной разлада в империи, поскольку из-за его цвета кожи другие народы могли поставить под сомнение могущество османской державы. По этой же причине девушки азиатской внешности тоже не пользовались популярностью. Представительницы женского пола родом из Китая, Индии, Японии, Кореи или Монголии не могли стать наложницами султанов. Хотя и имели светлую кожу, по той же причине, по которой не брали в любовницы негритянок. Эти девушки тоже были табу. Все из-за характерных особенностей своей внешности. Да и возможности привезти во дворец Топкапы девушек из этих стран у османов не было. Турция не воевала с этими государствами, поэтому и пленных не было из этих стран. Однако были еще несколько критериев, которые могли помешать девушке попасть в гарем и устроить свою судьбу. Например, в гарем не брали девушек, исповедующих ислам. Конечно, все живущие в гареме наложницы были мусульманками. Но не по рождению, а по принуждению. А вот рожденной мусульманками в гареме не было. По законам ислама мужчина мог жить с правоверной мусульманкой, лишь заключив с ней официальный брак. А вот наложницей она быть не могла. Вот с пленными девушками такой проблемы не возникало. В основном новые наложницы были из христианских земель и потом принимали ислам. Женщины, исповедующие буддизм, тоже не принимались в гарем. Такие девушки никогда не согласились бы поменять веру, а это было необходимым условием. Поэтому буддисток никогда не бывало в сиралях. Также, несмотря на молодость, всю свою красоту, если девушка уже имела ребенка, доступ к гарем для нее тоже был закрыт. Помимо этого, все девушки, проживающие в гареме, были с длинными роскошными волосами. Это был признак того, что девушка пришла к повелителю непорочной. Отстриженные волосы означали, что девушка уже не девственница и, естественно, она не могла стать наложницей султана. В общем, как оказалось, попасть в гарем было не так-то просто. Османы очень трепетно относились к выбору женщин. Также не слишком приветствовалось, если в наложницы или в жены брали женщину родом из Турции. Считалось, что если она сможет добиться успеха у султана, то она и ее семья смогут влиять на султана и на все решения касательно внутренних и внешних политических решений правителя. А это могло негативно сказаться на благосостоянии империи. Вот поэтому, по большой части, все жены и фаворитки султанов были иностранками. Хотя и это не было гарантией того, что новая пассия султана не будет действовать в угоду своим родственникам из далеких стран в ущерб интересам османов. Субтитры создавал DimaTorzok